Книга пророка Амоса. Глава 1. Слова Амоса, одного из тех, кто разводил овец в Текоа. Видение об Израиле, которое было ему в дни Азии, царя Иудеи, и Иераваама, сына Иоаса, царя Израиля, за два года до землетрясения. Он сказал, «Львом рычит Господь на Сионе, и за Иерусалима его голос раздается, и скорбны луга пастушьи, сохнет вершина кормила». Так говорит Господь. У Дамаска преступления за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что они по Галааду железными прошлись молотилками, я придам огню дом Хазаэла, огонь спалит крепости Бен-Хадада. «Сломаю засовы Дамаска, уничтожу сидящего на троне в долине Авен, держащего скипетр в Бет-Эдене. Арамеев угонят в Кир», — говорит Господь. «Так говорит Господь. У Газы преступления за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что всех пленных они угнав передали дому, я придам огню стены Газы, огонь спалит ее крепости. «Уничтожу сидящего на троне в Ашдоде, держащего скипетр в Ашкелоне, наэкрон наложу свою руку, все филистимляне сгинут», — говорит Владыка Господь. «Так говорит Господь. У Тира преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что всех угнанных они передали Эдому, забыв о братском союзе, я придам огню стены Тира, огонь спалит его крепости. Так говорит Господь. У Эдома преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. «За то, что поднял меч на брата и гнал его, за то, что не знал пощады, что его гнев без конца свирепствовал, что его ярость выслеживала вечно, я придам огню Тиман, огонь спалит крепости Бацры. Так говорит Господь. «У Амманитян преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что вспарывали животы беременным в Галааде, что проширить свои владения. Я сожгу стены раввы, огонь спалит ее крепости, под шум битвы в день сражения, под вой урагана в день бури. В плен их царя угонят, а с ним и его вельмож. Говорит Господь». Глава вторая. «Так говорит Господь. У Моава преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что кости и домского царя они сожгли дотла, я придам огню Моав, огонь спалит крепости Кириота, «Смерть настигнет Моав в шуме битвы среди кличей и рева труп. Я уничтожу главу этой страны, а с ним и всех ее вельмож истреблю», — говорит Господь. «Так говорит Господь. У Иудеи преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. За то, что они отвергли закон Господа, установления его не соблюдали, их сбили с пути ложные боги, за которыми пошли их отцы, «Я придам огню Иудею, спалю крепости Иерусалима». Так говорит Господь. У Израиля преступление за преступлением, три преступления, четыре, и мое решение твердо. Ведь они продавали невинного за серебро, бедняка за пару сандалий. В пыли грязь втаптывают головы нищих, а бездоленным путь преграждают. К одной женщине ходят отец и сын, без чести мое святое имя. У жертвенников возлежат на изъятых за долги покрывалых, в храме у себя пьют вино, уплаченный кем-то штраф. А я истребил ради них амореев, высоких, как кедры, могучих, как дуб, истребил от верхушки до корня. А я из Египта вас вывел, сорок лет по пустыне вел, что поддать вам страну амореев. Ваших сыновей я делал пророками, ваших юношей — назареями. Не так ли, израильтяне? — говорит Господь. Но вы, назареев, поили вином, пророкам велели умолкнуть. Скоро я сделаю с вами вот что. Как набитый снопами воз вы застрянете, и не с места. И быстрый бежать не сумеет, и сильного бодрость покинет, и мужественный не спасется. Не выстоит лучник, не убежит быстроногий, и не спасется всадник. В тот день самый смелый воин пустится на утек голым. Говорит Господь. Глава третья. «Слушайте это слово. Господь изрек его о вас, израильтяне, обо всем племени, которое я вывел из Египта. Изо всех племен земли только вас я избрал. Потому и взыщу с вас за все ваши грехи. Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся? Разве лев в лесу зарычит, если нет перед ним добычи? Разве слышен рык льва из логова, если он никого не поймал? Разве птица в селок попадется, если приманки там нет? Разве селок взлетает, если не бьется в нем птица? Трубят ли тревогу в городе, если людям бояться нечего? Придет ли в город беда, если Господь не пошлет ее? Владыка Господь ничего не совершает, не открыв своих планов рабам своим пророкам. Лев зарычит, кто тут не дрогнет? Владыка Господь заговорит, кто не станет пророчествовать? Объявите в стенах Аждода, в городах Египта скажите. На холмы Самарии взойдите, поглядите, что здесь творится. Сплошное безумие и гнет. Жить честно они не умеют, говорит Господь. Богатство их городов один разбой да грабеж. Поэтому так говорит Владыка Господь. Враг окружит страну, спесь собьет с тебя Самария, и мощь твою сокрушит, города твои будут разграблены. Так говорит Господь. Порой приносит пастух пару голени или кусок уха, все, что осталось от растерзанного львом животного. Вот так и от израильтян, жителей Самарии останутся боковина да ножка кровати. «Слушайте и предупредите дом Иакова», говорит Владыка Господь, Бог воинств. «Когда придет для Израиля час расплаты за преступление, то не уйдут от расплаты жертвенники Бетеля, их рога отсекут и на землю бросят. И зимние и летние дворцы я разрушу, дворцы с убранством из слоновой кости, рухнут большие дворцы», говорит Господь. Глава четвертая «Слушайте это слово, башанские коровы на холме Самарии, вы, притесняющие бедных, угнетающие обездоленных, а мужьям своим говорящие, выпить нам принеси». Собою, святым, клянется Владыка Господь. Скоро придет ваш черед, и тогда вас потащат крюком, рыболовным крючком переловят. «Сквозь проломы в стене вереницы и вон из города вас поведут, и забросят в Хармон», говорит Господь. «Приходите в Бетель грешить, в Гилгал грешить снова и снова. Каждое утро жертвы несите, каждые три дня десятину. Благодарственную хлебную жертву сжигайте, о добровольных жертвах кричите погромче, как вы любите, израильтяне», говорит Владыка Господь. «За это я и воздам вам. По всем вашим городам у всех пусто во рту, и в селениях не осталось ни крошки. Но вы не вернулись ко мне», говорит Господь. «За это и я лишил вас дождя за три месяца до жатвы. Одному городу я посылал дождь, а другому — нет. Над одним полем дождь шел, а над другим — нет, и оно засыхало. Жители двух-трех городов в поисках воды шли в соседний город, однако и там ее не было вдоволь. «Но вы не вернулись ко мне», говорит Господь. «Не раз губил я ваши посевы суховеем и мучнистой росой, ваши сады и виноградники, ваши смоковницы и оливы пожрала саранча, но вы не вернулись ко мне», говорит Господь. «Я послал на вас смор, как некогда на Египет. Ваших юношей я истребил мечом, ваших коней увели враги. Я заставил вас вдыхать смрад от трупов ваших воинов. Но вы не вернулись ко мне», говорит Господь. «Я обрушил на вас такие же кары, как на Содом и Гаморру, разрушенные Богом. Вы были словно головня, выхваченная из огня. Но вы не вернулись ко мне», говорит Господь. «Поэтому так и так я поступлю с тобой, Израиль. А поскольку я так поступлю с тобой, готовься, Израиль. Встречай своего Бога». Вот он, Создатель гор, Творец ветра, открывающий людям свой замысел, зарю во мрак превращающий, шествующий по хребтам земли. Его имя — Господь, Бог воинств. Глава пятая «Слушайте это слово. Погребальную песнь я пою над вами, израильтяне. Повержена дева, Израиль, уже не подняться ей. На своей земле она брошена, никому ее не поднять. Так говорит владыка Господь. Если какой израильский город выставит тысячу воинов, то вернется туда лишь сотня. Если же выставит сотню, то вернется туда десяток. Так говорит Господь израильтянам. Обращайтесь ко мне, тогда будете живы. Не обращайтесь в Бетель, Гелгал посещать не надо, не надо ходить в Беэршеву. Гелгал будет угнан в плен, Бетель бедой обернется. Обращайтесь к Господу, тогда будете живы. Иначе как пламя, он обрушится на дом Иосифа, и сгорит Бетель, никто не потушит. О вы, превратившие правосудие в полынь, справедливость, не звергшие на земь, создавший плеяды и орион, мглу, превращающий в утро, а день в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле, имя Ему Господь. Он гибель дерзкому шлет, и гибель вступает в крепость. Вы ненавидите того, кто в суде обличает, говорящим правду гнушаетесь. Вы разоряете бедных поборами, зерно взимаете с них, как оброк. Вот что с вами будет за это. Дома из тесаного камня построите, да только вам в них не жить. Насадите славные виноградники, да только вина вам не пить. Я знаю, как много у вас преступлений, как тяжки ваши грехи. Невинного гоните, взятки берете, вершите над бедными неправый суд. Поэтому время придет такое, что даже мудрец утратит дар речи. Наступает мрачное время. Ищите добра, а не зла, тогда будете живы, тогда и Господь, Бог воинств, будет с вами, как вы говорите. Отвергните зло, полюбите добро, справедливость в суде утвердите. Может быть, Господь, Бог воинств, пощадит остаток рода Иосифа. Поэтому так говорит Господь, Бог воинств, владыка. Плач погребальный, на всех площадях, на всех улицах стоны. О горе! Созовут батраков на поминки и плакальщиков на погребение. Огласятся виноградники плачем, когда я пройду среди вас, говорит Господь. Горе тем, кто мечтает о дне Господнем. Зачем вам день, Господень? Он тьма, а не свет. Как если б бежал человек ото льва, и вдруг навстречу медведь вбежал в дом, рукой коснулся стены, и тут укусила его змея. Так и день, Господень, не свет, а тьма, беспросветный мрак. Ненавижу, гнушаюсь праздниками вашими, не хочу вдыхать дым ваших праздничных жертв. Приносите мне всесожжение, а я ваших жертв не приемлю. Режете лучший скот, а я и смотреть не хочу. Избавь меня от шума твоих песнопений, звук твоих лир не желаю я слушать. Пусть лучше рекой потечет правосудие, справедливость потоком несохнущим. Разве с жертвами и приношениями приходили вы, израильтяне, ко мне, кочуя сорок лет по пустыне, вместе с вашим царем Сикутом и богом-звездой Киюном, чьи изваяния вы сделали. Я угоню вас в плен и не в Дамаск, а дальше, говорит Господь, чье имя Бог воинств. Глава шестая Горе беззаботным на Сионе и беспечным на холме Самарии, вам, вельможи первого из народов, опора всего Израиля. Пойдите в колне, взгляните, потом в великий хамат, сходите в гад филистимский. Вы ли мощнее этих царств, или их владение обширней? Вы хотите отсрочить день беды, и лишь приближаете торжество насилия. На ложах из кости слоновой, развалясь на них небрежно, ягнят едят понежнее, телят едят потучнее. Напевают под звуки лиры, музыканты не хуже Давида. Из жертвенных чаш пьют вино, умостясь лучшими благовониями, а крушение рода Иосифа их не печалит ничуть. За это первыми в плен пойдут, там лежать, пировать не придется. Владыка Господь клянется Собою, и так говорит Господь, Бог воинств. Гордость Якова отвратительна мне, ненавистны его укрепления. Город со всеми жителями Я предам в руки врагов. Даже если в каком-то доме останется десять человек, то умрут и они. Родственник придет за телом, чтобы умостить его перед погребением. Вынося покойника из дома, он спросит того, кто остался внутри. Есть там еще? Тот ответит, нет. Тогда он скажет, тихо, лучше не призывать Господа. Скоро Господь повелит дворцы обратить в руины, дома обратить в развалины. Разве кони по скалам скачут? Разве пашут валами море? А вы превратили правосудие в яд, в полынь, плод справедливости. Вы, рады из-за лоды вара, говорите, своими силами мы взяли Корнаем. Скоро, израильтяне, говорит Господь, Бог воинств, народ я пошлю на вас, который станет теснить вас от левоха мата до ложбины оровы. Глава седьмая. Вот что показал мне владыка Господь. Будто бы творит он рой саранчи в ту пору, когда поздние посевы уже всходят, после царских покосов. Саранча съела все травы и посевы на земле, и я сказал, «О, владыка Господь, прости! Разве устоит Иаков? Ведь он так мал!» И Господь передумал. «Этого не будет», сказал он. Вот что показал мне владыка Господь. Будто бы призывает он огненный дождь. Загорелась великая пучина, часть сгорела, и я сказал, «О, владыка Господь, не делай этого! Разве устоит Иаков? Ведь он так мал!» И Господь передумал. «И этого не будет», сказал владыка Господь. Вот что показал он мне. Он, владыка, стоит на отвесной стене, и в руке у него отвес, и спросил у меня Господь, «Что ты видишь, Амос?» Я ответил, «Отвес». И сказал владыка, «Скоро я помещу отвес посреди народа моего Израиля. Больше не стану прощать их. В запустении будут святилища Исаака, святыни Израиля обратятся в руины. Я обнажу меч против дома Иераваама». Амасия, священник из Бетеля, передала Иеравааму, царю Израиля, «Амос готовит против тебя заговор среди израильтян. Страна уже не может терпеть его речей. Так говорит Амос. Иераваам падет от меча, а Израиль в плену ведут на чужбину». Амасия сказала Амосу, «Порицатель, сейчас же ступай отсюда в Иудею, там и пророчествуй, зарабатывай себе на хлеб». А в Бетеле не пророчествуй больше. Это царское святилище, государственный храм». Амос отвечал Амасии, «Не пророк я и не из рода пророков. Я хожу за скотом и ращусь и каморы. Но Господь взял меня от овец и велел, «Иди, пророчествуй моему народу Израилю». А теперь слушай слово Господа. Ты говоришь, «Не пророчествуй Израилю, не вещай дому Исаака». Поэтому так говорит Господь. «Жена твоя станет уличной шлюхой, сыновья и дочери падут от меча, землю твою землемер разделит, сам ты умрешь на земле нечистой». А Израиль в плену ведут на чужбину. Глава восьмая Вот что показал мне владыка Господь, будто бы передо мною спелые фрукты в корзине. И спросил он, «Что ты видишь, Амос?» Я ответил, «Спелые фрукты в корзине». «Народ мой Израиль созрел для кары», сказал мне Господь. «Больше не стану прощать их». Тогда обратятся в рыдание веселые песни дворца, говорит владыка Господь. Сколько трупов брошено всюду! Тише! Слушайте попирающие обездоленных, бедноту страны и истребляющие. Вы говорите, «Когда же пройдет новолуние, нам бы выставить хлеб на продажу. Когда ж минует суббота, будем снова зерном торговать». «Убавим эфу, увеличим шекель, подделаем гири, будем обвешивать. Купим нищего за серебро, бедняка за пару сандалий. Мы сумеем продать и мекину». Гордостью Якова поклялся Господь. «Не забуду их дел вовек». Как земле тут не содрогнуться? Скорбь охватит всех ее жителей. Земля поднимется, как нил, выйдет из берегов и осядет, как нил в Египте. «Тогда, — говорит владыка Господь, — солнце в полдень зайти заставлю, средь бела дня тьму наведу на землю. Превращу ваши праздники в скорбь, ваши песни в плач погребальный. В дерюгу всех одену, каждый обреет голову. Будет скорбь, как о сыне единственном, что ни день, то горестный день». «Скоро, — говорит владыка Господь, — я голод пошлю на эту страну. Не тот голод, когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, а тоску по словам Господним. Тогда станут люди скитаться от Южного моря до Западного, на север пойдут, на восток, бредя в поисках Слова Господня, но не найдут его. Тогда и юноши, и прекрасные девы будут падать без сил от жажды. Кто клянется грехом Самарии, или так, «Клянусь, — Твоим Богом дан, клянусь, — дорогой в Бер-Шеву, упадет и уже не встанет». Глава девятая «Я видел владыку. Стоя на жертвеннике, он сказал, «Ударь по колонне, по самому ее верху, да так, чтоб пороги дрогнули, пусть храм рухнет людям на голову. Кто уцелеет, мечом перебью, убежать никому не дам, спастись никому не позволю. Зароется ли в Шиол, даже там дотянусь до них, заберутся ли на небеса, даже там их достану. Спрячутся на вершине кормила, даже там найду и схвачу их, укроются от очей моих на дне моря, пошлю змея, даже там он укусит их. Враг уведет их в плен, пошлю меч, даже там перебьет он их. Свои очи на них обращу, на горе им, не на благо». Владыке, Господу воинств, стоит коснуться земли, и она пошатнется, скорбь охватит всех ее жителей. Земля станет вздыматься, как Нил, и осядет, как Нил в Египте. Он, воздвигший небесные чертоги, свод над землей утвердивший, призвавший воды морские и разливший их по земле, имя ему Господь. «Для меня, вы, израильтяне, все равно, что жители Куша, говорит Господь. Израильтян я привел из Египта, филистимлен с Кафтора, а ромеев из Кира. Владыка, Господь обратил свои очи на грешное царство. Истреблю это царство с лица земли, но не истреблю дом Иакова, говорит Господь. «Вот мое повеление. Рассеять Израиль среди всех народов, просеять, как сквозь решето, так, чтоб не прошло ни камня. Падут от меча все грешники моего народа, все, кто говорит, «Не придет беда, нас она не постигнет». Тогда я восстановлю упавший шалаш Давида, заделаю бреши в стене, разрушенные воссоздам, отстрою, как в былые дни, наделю свой народ землей, отобрав ее у остатков и дома и прочих иноплеменников. Они все мне подвластны, говорит Господь, который совершит это. «Скоро придет то время», говорит Господь. «Когда выйдет пахаря, жнец еще в поле, выйдет сеятель, а еще давит виноград. С гор заструится вино, но все холмы обратятся в мякоть. Я верну процветание былое моему народу Израилю. Опустевшие города отстроят они и заселят, виноград посадят, будут пить вино, сады разобьют, будут фрукты есть. Их самих на родной земле укореню, и никто их уже не вырвет из земли, что я даровал им». Говорит Господь, твой Бог. Конец книги пророка Амоса Несалль. Семье. Семь. Семь.